Те, у кого есть с собой Библию, откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу Иисуса Новина. Иисус, современник Моисея, помощник и преемник Моисея, человек, на которого Господь велел Моисею возложить руки. Книга Иисуса Новина, глава 1, начало 9 стиха. И сказал Господь великому воину, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, пройдите по стану, и дайте повеление народу, и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордансьей, дабы прийти и взять землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам в наследие. Вчера утром на молитвенном собрании, мы были свидетелями говорения на языках. Затем послание было истолковано. И я хочу воспользоваться словами. Из этого толкования, сказанными по нашей сегодняшней теме. Настало время перейти реку. Слава Богу! Я говорю, настало время перейти реку. Хвала Господу! Отрывок, который я читал вам этим утром из Иисуса Новина 1 и 9, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Я не буду вдаваться в подробности, и описывать, как случилось, что Господь обратил эти свои слова непосредственно ко мне. Это произошло давным, давно, в январе 1958 года, и с тех пор Ронерас напоминал мне в особенности в последние несколько дней, что эти слова по-прежнему актуальны и сейчас. С тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Слава Богу! Сыны Израилевы, после сорока лет скитаний в пустыне, из которых не менее тридцати восьми были и излишни, как же долго без нужды прозябали мы в разрухе. Как же долго, ибо не узрели мы умысла Божьего, и христианское испытание стало для нас пустыней. Не такова была воля Божья. Он хотел, чтобы сыны Израиля вышли по степи печальной и дикой не дольше нескольких месяцев, в крайнем случае, два года. Такова была воля его, несмотря на то, что там не было ни средств к существованию, ни воды, ни пропитания. Ибо он хотел показать им, что он может прокормить их даже посреди пустыни. Вы все еще не поняли. Он намеренно повел их по степи печальной и дикой. Он мог бы вывести сотни путей, но он повел их по степи печальной и дикой. Где, казалось бы, не было никаких средств к существованию ничего, что могло бы поддержать их. Один бизнесмен сказал мне на днях, прежде чем я закончу, он сказал, я не смог бы жить. Это не было сказано со злобой, он просто не мог взять в толк. Я не смог бы, я не смог бы жить, я не стал бы жить так, как живете вы. Вы не знаете откуда придет следующий доллар, а вам надо оплачивать миллионные счета. И я ответил, а нет, я точно знаю. Аллилуйя! Ибо я знаю в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. А да, я точно знаю. Ибо он никогда не подводил меня.